Бывает, что есть хорошая идея, но нет возможности для ее реализации. Лучшие инициативы общественных организаций получают поддержку из фонда президентских грантов. По итогам первого конкурса этого года в число победителей фонда вошли шесть ямальских организаций. Среди них Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала. Председатель Светлана Опенько уже готова приступить к реализации проекта «Самый дружный интеркласс». Что ж, друзья, сегодня такой небольшой урок на знание истории, культуры других народов. Урок в форме открытого диалога – лишь часть большого проекта. «Самый дружный интеркласс» – это на самом деле конкурс, где победителями станут школьники, которые интереснее всех расскажут о культуре другого государства. Пока идет только знакомство с проектом, задания дети получат позже. Вот тогда уже, по опыту прошлых лет, к работе подключатся все. Они поднимают все свои связи – бабушек, дедушек, знакомых. Потому что у кого-то, например, в Азербайджан, но не в классе, допустим, нет Азербайджана, но и в соседнем классе. И они привлекают человека, то есть они ищут, звонят в Азербайджан, своим друзьям. То есть у нас такое было по городу Лапутнанги, было очень замечательно, когда они делали целый телемост для того, чтобы им показали обряд. Это было, конечно, замечательно, это было в 2018 году. Уже на этом ознакомительном этапе можно судить о том, насколько тема интересна детям. Ямал многонационален, в каждом классе есть ребята, представляющие разные народы. Они не просто хорошо общаются, а по-настоящему дружат и с удовольствием рассказывают друг другу о традициях и обычаях своей семьи или семьи друзей. Перед едой казахи обычно вот так складывают руки и благодарят Бога за то, что у них есть еда. Благодарны ему, в принципе, за жизнь. И делают вот такой жест. А что это значит? Ну, это как бы умывание. Моя лучшая подруга Казашка, и она мне рассказывала, как они крестили... Нет, не крестили. Они были на празднике в честь года ее племяшки. И, в общем-то, они поставили племяшку в центр комнаты и положили разные атрибуты ее жизненного пути. Там деньги, машинка. Я не помню, что это из атрибутов красоты. В общем-то, к чему она пойдет, то и будет ее жизненным путем. Куда она? К деньгам. Умный ребенок, сразу видно. Когда я приезжаю на Украину, тетя Вера всегда готовит вареники с вишней. Это очень вкусно. Конкурс «Самый дружный интеркласс» пришел в Харп в 2013 году. В нем участвовали только местные школьники. В 2014 к проекту подключился весь Приуральский район. Через три года интернациональный конкурс впервые получил поддержку фонда президентских грантов. И мы реализовали уже на территории трех муниципальных образований. Это Салихарт, Лабутнанг, Приуральский район. Но в 2020-2021 году, получив очередной грант, мы смогли привлечь уже детей и подростков. Это города Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск. И, соответственно, мы продолжаем дальше действовать. Сейчас у нас остальные, как я уже сказала, все муниципальных образований. И уже в дальнейшем мы планируем уже выйти на межрегиональный уровень. Проект стремительно развивается. Потенциальные участники уже сами ищут возможности связаться с организаторами, чтобы принять участие в конкурсе и стать самым лучшим интерклассом. При поддержке фонда возможностей стало больше. На реализацию проекта общественная организация получила более двух миллионов рублей. Ольга Болдырева, Владимир Николаев. Программа «Время местное». Программа «Время местное». Программа «Время местное».